Девушки отдыхают Напомни мне об этом запахе У тебя нос заложен? Я выросла рядом с фермой Ты? Если животные мертвы, ферма должна быть на карантине Они не мертвы, они дышат Не двигаются, но дышат Что это? Это они сделали? Ему перерезали горло и перетащили тело сюда Стадо голодных свиней должно было избавиться от трупа Это было бы идеальное преступление, будь свиньей просторопнее Они не смогли закончить начатое В ролях Соня Альмарча, Альвара Багина, Мария Альмудевер Генезис Слезы Раймиса Он был мертв 10 часов до того, как его начали пожирать Его можно опознать? Нет Ни отпечатков пальцев, ни образцов ДНК Пока ничего нового Кавказец, около 20 лет Мужчина Ну, это понятно Хотя зверушки неплохо постарались Отомстили за то, что свинья у людей – это ругательство Мы нашли образцы спермы Перед смертью он вступил в половой акт По состоянию тела нельзя сказать, было ли это добровольно Или его изнасиловали Смотри Видишь? Это что? Татуировка Пока это единственная зацепка Не знаю, важно ли это Но надрез начинается ровно на месте татуировки Что показал анализ? Будет готов через пару минут И тогда я надеюсь разгадать главную загадку этого дня Все свиньи, пожиравшие труп, заснули Видимо, этот парень пришелся им не по вкусу Хозяин фирмы обнаружил труп, когда кормил свиней Он не слышал никакого шума, ничто не привлекло его внимание Думаешь, он говорит правду? Думаю, да Он был напуган Еще из-за того, что фирма совсем не отвечает санитарным нормам Свиньи должны быть очень голодны, чтобы накинуться на труп Значит, убийцей может быть кто-то из окружения Кто знал о состоянии фирмы и понимал, что, почуяв неладное, хозяин не захочет звонить в полицию Мы проверяем работника фирмы Я не уверен, что это случай для нашего отдела Нужно иметь извращенный ум, чтобы избавиться от трупа столь отвратительным образом Простите Кажется, у нас кое-что есть Это он, несомненно Татуировка на том же самом месте Ганс Хедельберг Родился в Германии 20 лет Здесь живет с 12 Студент Южного университета Кто подал заявление? Однокурсница Белленде Висенте С ней пытаются связаться В крови жертвы Высокое содержание флуфеназина декнеата Он был сильно накачан, поэтому свиньи были без сознания Через его внутренности наркотик попал в их организмы Деканаат, психоактивное вещество, его сложно достать Я слышала Психиатрия его использует в терапевтических целях, чтобы лечить симптомы шизофрении Какой эффект он вызывает? Это ингибитор Он затормаживает стимулы и вызывает мышечный паралич В тюрьмах Восточной Европы его использовали для подавления воли заключенных Химическая смирительная рубашка С его помощью можно насиловать и убивать, не встречая сопротивления Да, но не только Деканаат не просто наркотик С его помощью можно вынудить жертву выполнять любые приказы Это дело рук необычного насильника Спасибо, Лаура Ты хорошо знала Ганса? Да Да В прошлом году мы даже встречались Вот наша совместная фотография Посмотрите, вот она У Ганса был брат, Юнтер Знаешь, где можно его найти? Я с ним не знакома Но он тоже учится в университете Ганс встречался с кем-нибудь еще? Когда ты видела его в последний раз? Несколько дней назад Он вел себя странно, казался другим человеком Три месяца назад он перестал звонить мне И ходить на занятия Стал замкнутым Мы виделись только потому, что я настаивала Я посмотрел его дело В начале учебного года у него были хорошие оценки Но внезапно он начал отставать Последний раз, когда мы виделись, он был в библиотеке Я сказала ему, что он потеряет стипендию, если не будет ходить на экзамены Но он ответил, что ему все равно Отчего могли быть такие перемены? Вам стоит спросить профессора Торреса В последнее время он всегда был с ним Давал семинары о средневековых религиозных орденах Ганс посещал их и очень серьезно к этому относился Даже помогал в подготовке занятий А когда начали семинары? Кажется, в феврале Как раз тогда его успеваемость стала снижаться И тогда же он перестал ходить на занятия Что-то его изменило? Торрес заведующий кафедрой средневековой истории Южного университета Неплохая работа, судя по его дому Думаешь, это с ним у Ганса были отношения перед смертью? И меня об этом нужно спрашивать А ведь мы недалеко от свинофермы Синьор Торрес Мы с полицией Синьор Торрес Синьор Торрес Простите, я не могу жить с тем, что сделал Матео Взгляни Подтвердилось Сперма в теле Ганса принадлежит синьору Торресу Его преподавателю истории У Торреса не было близких родственников Но мы связались с его ассистенткой Она сказала, что Ганс часто бывал у него дома Пару дней назад они поссорились Кричали так, что она чуть не вызвала полицию Все указывает на то, что между преподавателем и учеником были отношения После ссоры Торрес убил его и попытался избавиться от трупа А потом раскаялся с содеянным В любом случае, это необычная предсмертная записка Строчки не прыгают, как это часто бывает у самоубийц Между буквами большие пробелы, как будто он хотел составить слово, хотя результат не имеет смысла Почерк шаткий, линии непропорциональные Я уверена, что Торрес писал это под действием наркотика Лола права Торреса заставили покончить с собой Мы нашли остатки флуфеназина диконаата в его теле Тот же наркотик, что и уганца Кто-то накачал его, чтобы толкнуть на самоубийство Простите, что заставил ждать Приходили за книгами В библиотеке сейчас инвентаризация Торрес был заведующим кафедрой средневековой истории и теологии Один из самых старых преподавателей факультета И один из самых популярных у студентов Похоже, вы его не сильно жалуете Не сильно Совсем не жалую Торрес на своих занятиях пренебрегал исторической точностью Зато любил веселые истории Кому нужно знать, что папа Каликс III предал анафеме комету Галлея Потому что считал ее посланником дьявола Вы были знакомы с Гансом? Нет, сожалею Вы знали, что между Гансом и Торресом была связь? Нет Я знаю, что они познакомились на семинаре о религиозных орденах Прикрытие, чтобы поговорить о сектах и оккультизме Торрес писал докторскую диссертацию о масонстве Похоже, его очень интересовали эти темы Как вы знаете, масонство повлияло на укрепление либеральных идей в Европе До французской революции Но люди, как Торрес, подпитывают свою черную теорию Это было его специализацией? Торрес был специалистом по влиянию древнеегипетских церемоний На сектантские обряды разных эпох По сути, пустая трата времени А сейчас, с вашего позволения, мне нужно на лекцию Почему нет охраны? Я просил, чтобы здесь круглосуточно дежурила полиция Зачем мы вернулись? Мы здесь все посмотрели Теперь нужно осмотреть дом как место убийства, а не самоубийство Я думал, этих книг не существует Торресу повезло, что времена Инквизиции давно прошли Смотри, хочешь познать дьявола? Тони! Он жив? Копирование данных Удаление архивов Подними руки и заканчивай то, что делаешь Стоять! Эй! Стой! Не двигаться! Руки вверх И медленно обернись Когда ты в последний раз видел брата? Два дня назад он вышел из дома в университет Невероятное сходство Его зовут Гюнтер Они близнецы Я же сказал, больше я его не видел Думаешь, он убил преподавателя, чтобы отомстить? Он недостаточно хладнокровен, чтобы сделать такое К тому же профессора убили вчера Если это сделал он, зачем ждал, чтобы сжечь документы сегодня? Но месть – самое логичное объяснение Если бы самое логичное было единственным возможным, нашего отдела не существовало бы Как ты узнал, что твой брат мертв? Видел вас утром на факультете Ты знал профессора Торреса? Лично не знал Он преподавал у моего брата Почему вы меня не отпускаете? Потому что ты уничтожал улики в доме профессора, который признался в убийстве твоего брата Этого мало? Где ты был вчера между десятью и половиной первого? Занимался в библиотеке на факультете В каком факультете? Фармакологии Свидетели есть? Не знаю Думаю, да Если хотите, расскажу, что выучил Конечно, хотим Так мы восполним недостаток информации, которую ты уничтожил Зачем ты сжигал бумаги? Записи и документы, которые Торрес использовал для своих семинаров о сектах Почему они так важны? Я хотел уничтожить все, что связывало моего брата с Торресом Больше не отвечай, ты не обязан Сеньор Лосано, его адвокат Интересуется, почему мы начали допрос без его присутствия Мы поддерживали дружескую беседу Ваш клиент был застигнут за уничтожением улик на месте преступления Нам стало любопытно Хочу поговорить с моим клиентом наедине Если у вас есть что-то против него Подайте официальное обвинение, чтобы я мог заплатить залог Если нет, отпустите его Вы можете поговорить в том кабинете Как Гюнтер получил в защиту лучшего уголовного адвоката Если не будет доказательств его причастности к преступлению, все пропало Мы не сможем задержать его за уничтожение документов Ганс полностью изменился, когда связался с Торресом Своим преподавателем Это началось после того, как парень посетил его семинар И со слов его подруги вел себя так, будто его зомбировали Профессор был странным, но вряд ли он был инопланетянином Я сомневаюсь, что Гюнтер сжег бумаги из-за сексуальных отношений профессора с его братом В прошлом Торрес изучал секты и, возможно, пытался создать свою И использовал занятия, чтобы привлечь новых адептов Да, он мог разжигать интерес у студентов, чтобы постепенно вербовать их Ганс был идеальным кандидатом Парень без родителей, одиночка Пусть Фатима проверит остальных слушателей его курса Уже доставили книги из его кабинета Было бы не лишним их пролистать Парень без родителей Парень без родителей Фатима, поищи для меня кое-что в архивах Задержание, проведенное пять лет назад Это важно Вы поговорили со всеми, кто посещал занятия Торреса? Да Их было двадцать, и для них это была игра Все подтвердили, что Ганс был заинтересован сильнее всех Мое внимание привлек тот факт, что курс был посвящен Калиостро Мистическая фигура вроде Лжеграфа Главный наставник Ордена Розенкрейцеров Это он посвятил Наполеона в тайне египетского масонства? Я хипфья Он пытался ввести египетские ритуалы в масонство в восемнадцатом веке Вариация Раймес Торрес писал докторскую на эту тему Да, но самое важное, что в наших архивах Не в первый раз всплывает кое-что о Калиостро Вариация Раймес И юноша с перерезанным горлом Это было семь лет назад Его убили, следуя ритуалу Был задержан человек Эрнесто Аббад Эрнесто организовал секту Братство Раймес Все основано на теориях, описанных в эзотерической книге «Слезы Раймеса» Что-то вроде Библии Она обещает бессмертие ее приверженцам Но для этого они должны были быть принесены в жертву Отгадай, от кого пошла теория реинкарнации? Калиостро Он был задержан на основании заявлений его приверженцев Которые должны были пройти через процесс депрограммирования Думаешь, Торо смог стать их новым лидером? Возможно В любом случае, его влияние на адептов не столь сильно, как у Аббада Это доказывают следы флуфеназина Деканаата в теле Ганса Его накачали, чтобы он добровольно принес себя в жертву? Да А вот Аббаду не нужны были наркотики Он обладал невероятной способностью манипулировать людьми Во время суда трое из пяти обвинителей отказались от своих показаний Сказали, что простили его Аббаду было достаточно посмотреть им в глаза, чтобы свести на нет два года судебного процесса Они так его боялись? Наоборот, обожали Как директор тюрьмы, могу заверить вас в том, что Аббад никогда не вызывал проблем Он примерный заключенный, выходит из камеры только когда принимает визиты Их много За последние два года к нему приходили чаще всего Более ста посещений Мог ли Аббад управлять сектой из тюрьмы? Думаете, Аббад виновен в смерти этого мальчика? Здесь не отмечен профессор Торрес Зато некий Фритц Бом приходил более трех раз в месяц Любопытно, да? Да Учитывая, что Фритц был слугой Калиостро Сомневаюсь, что он прожил 200 лет Торрес мог взять себе этот псевдоним как часть игры Аббад ждет нас? Эти люди хотят с вами поговорить Они из полиции Это насчет того убитого юноши, да? Что вы о нем знаете? Лишь то, что прочитал в газетах Этого юношу убили тем же способом, которым вы убивали несколько лет назад А человек, сознавшийся в преступлении, Торрес, часто приходил к вам в последние месяцы У вас опасные последователи? Обворожительно Это как шахматы Пешка, которой удалось пересечь поле, может стать кем угодно Вот чем для вас были ваши адепты Пешками? У меня не было адептов Это были люди, которые приняли решение следовать за мной И знаете почему? Их жизни были пусты Я давал им веру Обворожительно Все повторяется День Икс приближается, и вы никак не сможете этого избежать Вы не в том положении, чтобы играть с нами Вам известно, что король Хорватии разыграл независимость своей страны в шахматной партии Он понимал, что нет ничего важнее игры Нужно следовать правилам Понимаю И здесь правила устанавливаете вы Каковы они? Самое простое Все повторяется Иногда мы играем белыми фигурами, а иногда черными Но это всегда одна и та же партия Пришло время сиесты Всего хорошего Что мы имеем? Я просмотрела дело о задержании Абада Те, кто занимался этим случаем, хорошо поработали Здесь изложена вся его теория Я слушаю Хорошо Для него все живые существа находятся на шкале эволюции В нашем разуме заключены безграничные возможности И в процессе реинкарнации мы избавляемся от всех барьеров А что это за цифры? Ими отмечены фазы нашего развития Это своего рода термометр нашей духовной эволюции на протяжении жизни Вегетативное состояние – это второй уровень Животный – четвертый А человек начинается с этой цифры Для него мы всего лишь цифры А именно 4,8 Интересная математика А какого уровня Аббата и его друзья хотят достигнуть? Сущность 8,5 Гораздо более развитая версия человека Цель жертвоприношения – реинкарнация? Это как доказательство веры Здесь в игру вступает вариация Раймис, о которой Торрес говорил на лекциях Согласно его убеждениям, жертва прибавляет два пункта по шкале развития То есть приближает нас к форме 8,5 – идеальной сущности То есть убийства совершались, чтобы повысить рейтинг на космическом биржевом рынке? Да, можно сказать и так Подойдите на секунду Что случилось? Я восстановила некоторые данные с флешки, которые Гюнтер пытался сжечь Почти все это конспекции семинаров Торреса, кроме этого Надо же! Гюнтер был знаком с Торресом И у него тоже есть татуировка Сейчас увеличу Можешь и Ганса приблизить? Соедини их Ты это уже видела? Куда это она? Это было в досье Абада Один из символов братства Раймис Хорошо, спасибо Братья были членами секты Только что говорил с университетом В квартире Гюнтера обнаружены следы фуфеназина деканаата Он хорошо постарался, чтобы стать подозреваемым Только подозреваемым? Учитель убивает Ганса После чего его брат крадет препарат с аптечного склада Накачивает им профессора и заставляет покончить с собой Оставив записку Все ясно? Если убийство Ганса было ритуалом Его брату незачем было мстить Почему он тогда убил профессора? Таким людям не нужны причины, чтобы убивать Допросим его снова И в этот раз никакой адвокат не спасет его так быстро Вашему боссу не понравится, что вы пришли сюда одна Он знает, что я здесь Он знает, что вы здесь как мышка в змеином логове А вы ему слишком нравитесь, чтобы такое одобрить Узнаете его? Это Гюнтер Хедерберг Его брат Ганс был убит несколько дней назад Оба принадлежат секте, которой вы управляли Секты для больных и сумасшедших Сигаретки не найдется? А здесь можно курить? Так есть или нет? Видите? Это хороший ответ Лаконичный Точный Вы здесь за убийство невинного подростка? Цена бессмертия очень высока Вы даете себя за реинкарнацию Калиостро, но у вас нет ничего общего Его доктрина основывалась на духовности и познании Вы умеете читать? Хорошо В книгах наш разум может найти дорогу к высшему уровню В них есть ответы на многие вопросы Жаль, вы не знаете, в каких книгах их искать Сейчас вы потеряны Ваше братство оставило два трупа Я не хочу больше смертей На людей вам плевать Вы хотите показать себя образцовым полицейским, чтобы добиться признания, которого у вас нет Вы знаете меня? Конечно, знаю Вам всего 30 лет, а вы уже устали от жизни Все долгие часы, что вы провели за книгами Все это время, что старались стать лучшей, не сделало вас счастливой Вам нужен выход И вы можете его дать Я могу сказать, где его найти Вам решать, делать ли первый шаг Что есть на той стороне? Все, что вы не можете найти здесь Вы знаете, чем отличаетесь от других Вы всю жизнь работали над разумом, превращая его в машину Пришло время раскрыть весь его потенциал Пока вы это не признаете, нам с вами не о чем говорить Я оставила шлем у тебя на столе Никто не садится на мой мотоцикл без шлема У тебя нет планов на ужин? Да нет, вроде Отлично Матео давно тебя ищет Где была? Ездила поговорить с Абадом Вы нашли Гюнтера? Пока нет Его нет ни дома, ни в университете А это что? Книга из дома Торреса Ты знала, что тело Калиостро так и не нашли? Он был убит в камере в 1795 Ходит легенда, что единственное тело, найденное в его камере, принадлежало монаху, который читал ему духовные наставления Что? Когда я в первый раз увидела записку, то обратила внимание, что некоторые буквы стоят отдельно Помнишь? Н, С, В, С, С Видишь? Это книга из университета, где Торрес вел занятия Ты видишь код? Н, С, В, Х Н, С, В, С Это тоже может быть кодом Которая означает, что не стоит оставлять Клей открытым Луала, Гюнтер убил Торреса Когда найдем его, закроем дело Мимесис, Серое пламя Эта книга не связана с братством Дани, смотри Представь, что тебя хотят убить, да? Представь, что тебя заставляют написать предсмертную записку Ты бы не воспользовался ею, чтобы указать на своего убийцу Прости То есть ты думаешь, что название книги имеет к этому отношение? Получается, мы ищем послание внутри другого послания Не знаю Как-то все слишком закручено Раймес? Слезы Раймеса В книгах есть ответы Охрана подтвердила, что у них инвентаризация, так что все книги должны быть здесь Главный вход закрыт? Да Хорошо Дежурь снаружи Хорошо Днем я ездила к Абаду Знаю Атьенца позвонил мне еще до того, как ты туда пришла Приказал никому не ходить одному Думаю, я могу добиться его доверия и помощи Он хочет, чтобы ты так думала Вот она Ее прятали от всеобщего обозрения Она на французском Ле ларм де Райми Слезы Раймеса Здесь говорится о различных ритуалах, введенных к Калиостру А также о жертве и важности того, чтобы она была добровольной Написано, что посвященный должен вырезать треугольник на груди и ждать, пока вытечет кровь Здесь заклинания Инструкции проведения церемонии Значит, братство существует И эта книга – их Библия Торрес вернул ее после жертвоприношения Ганса, чтобы не хватились на инвентаризации Дани, ты в библиотеке? Нет, я на улице Что-то случилось? Мы не одни Аня 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 Лола? Стоять! Дани, туда! Что вам известно о книге «Слезы Раймеса»? Это что-то вроде «Черной Библии». Трактат с масонскими корнями, отвергнутый самими масонами. Вы знали, что эта книга была в университетской библиотеке? Это невозможно. «Слезы» были написаны в 1845-м. Существовало лишь 20 экземпляров. Они были уничтожены в 1879-м. Но говорят, что итальянский граф сохранил оригинал для своей коллекции. Он покончил с собой в 1910-м. И что случилось с книгой? В 1939-м она была зарегистрирована в Болонском университете. В этом же году, прямо в библиотеке, два студента покончили с собой. Если бы я верил в такие вещи, сказал бы, что книга проклята. Книги не убивают, профессор. Прошу прощения. Гюнтер не убийца. Все случилось очень быстро, я не успела разглядеть лицо, но... Прежде чем появился человек, я заметила кое-что в книге. Вот это. У всех принесенных в жертву на теле должен быть этот символ. Он был у Ганса. И он есть у Гюнтера. Но это значит... Что Гюнтер будет следующей жертвой. То есть Гюнтер сбежал, чтобы его могли убить? Ну что ж, для Гюнтера это церемония не убийства, а эволюция. Вспомни теорию цифр их секты. Человек это 4,8, после жертвоприношения идеальная сущность. Есть одна проблема. Мы не знаем, где и когда эта церемония состоится. Кое-кто точно знает. Аббат. Служащий тюрьмы нашел это письмо в мусорной корзине его камеры. Это было сегодня. Отправитель не указан. Это один из его давних приверженцев. Написано, что церемония состоится завтра ночью. Не сказано где. Очевидно, что Аббат это знает. Но никогда не скажет. Скажет, если мы предложим что-нибудь взамен. Чего может хотеть человек, который, по его словам, живет уже 2000 лет? То, чего хочет каждый в его положении. Свободу. За этими историями о Калиостро скрывается человек из крови и плоти. Если предложить ему смягчение наказания, может он заговорит? Аббат не предаст своих последователей ради досрочного освобождения. Или нет? Если он так хочет выйти на свободу, почему сам не предложил? Может, он это и делает. Он мог специально подбросить письмо, чтобы мы знали, что у него есть информация. В любом случае, вряд ли судья позволит с ним договориться. Выпускать на свободу убийцу до истечения срока. Чтобы спасти жизнь. Я согласен с Дани. Мы должны убедить судью предложить ему уговор. Хорошо. Смягчение наказания, если я предам своих братьев? Если ваша информация окажется правдивой, через два года вы будете на свободе. Что бы вы сделали? Пожертвовали свободой разума, чтобы освободить свое тело? Церемония пройдет сегодня, вы знаете где? Конечно, знаю. Вы готовы сотрудничать? Не вижу причин для отказа. Ваше предложение заманчиво. Сигаретки и не найдется? Ты быстро учишься. Я думала, эти люди ваши братья. Были когда-то. Но сбились с пути. И должны быть снова направлены. Мои ученики предпочли другого учителя. Продали свою веру. Кто стал их лидером? Какое-то время им был Торос, не так ли? Пока кто-то не решил, что он лишний. Учитель был некомпетентным, лживым, жестоким. Слова этого человека были гнилыми. Он не убеждал своих сторонников, а накачивал наркотиками. Лишал их возможности принимать решения. Жертва должна быть добровольной. В противном случае это убийство. Со мной не нужны были наркотики. Но не будем терять время. Вы приказали убить его. Как вы понимаете, принимая уговор о смягчении наказания, я бы не признался в причастности к недавнему преступлению. С сигаретами у вас вышло лучше, но теперь я считал вас умнее. Плохо вкладывать в кого-то надежды. В итоге всегда разочаровываешься. Ради вас я скажу правду. Нет. Я бы никого не приказал убить. Это оставьте мафии. Смягчение наказания на пять лет, подписанной судьей. Теперь ваша очередь. На 32-м километре 501-го национального шоссе начинается дорога, ведущая к старинной заброшенной церкви. Много больше нет в этом давно покинутом всеми месте. Там в полночь юноша, которого вы ищете, будет принесен в жертву. И помните, в истории всегда все повторяется. Как жизнь, так и смерть. Мы еще увидимся. Пусть все бригады займут позиции и ждут моего сигнала. Ты оставайся здесь. Следи за выходом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Слезы Раиса. Я думала, ты будешь на операции. Я там не нужна. Решила остаться, чтобы найти ответы на некоторые вопросы. Разве не все разрешилось? Кое-что не укладывается. Письмо, найденное в камере Абадо с необходимой информацией, появилось слишком вовремя. Может, совпадение? Слишком удачное. К тому же Абад на секунду не сомневался, принимая наше предложение. Лола, к чему ты ведешь? Я не знаю. Просто я чувствую себя пешкой в шахматной партии. Как будто все это время меня направляли, зная лучше меня каждый следующий шаг. Хватит терзаться. Партия закончена? Да. Но мы еще не знаем, какой из королей погибнет. Да будет жить вечно моя духовная сущность. Вечная жизнь. Оставайся здесь. Готовьтесь войти. Пора возвращаться в камеру. Сегодня я заслужил право закончить здесь эту партию. Ты не слышал? Я был хорошим мальчиком. Сегодня я предотвратил убийство. Спроси шефа, если хочешь. Вряд ли он запретит мне побыть здесь еще немного. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ходит легенда, что единственное тело, найденное в его камере, принадлежало монаху, который читал ему духовные наставления. И помните, в истории все повторяется. Как жизнь, так и смерть. Раймис! Всем стоять, полиция! Дюнтер, опусти нож. Пожалуйста. Все, все кончено. Наоборот. Все только начинается. Нет, спокойно. Накачан наркотиками, я разберусь. Наркотики для тех, кто отказывается принимать правду, как мой брат. Или Торос. Но они мне не нужны. Я верю. Ты убил Тороса. Это сделал наш учитель. Пришлось пожертвовать им. Он хотел предать нас. Ваш лидер. Кто он? Он странник, что будет вести меня за рыбу. По дороге, у которой нет конца. Нет. Почему Аббат до сих пор здесь? Мы еще увидимся. Матео, мы должны срочно ехать в тюрьму. Они повторяют историю. Не понимаю, как вы так быстро узнали? Мы нашли его несколько минут назад. Не успели вам сообщить. А я не понимаю, почему его оставили одного в комнате для визитов? Почему его увозят? Вы должны были дождаться нашего приезда. Он покончил с собой. Не стоит устраивать из этого цирк. Слишком белые для пальцев такого курильщика, как Аббат. Не понимаю. Я вызвал скорую на случай, если Аббату будет нужна помощь. Это один из медбратьев. Аббат, наверное, сбежал. Вызываете скорую каждый раз, когда заключенный поранится. У вас неплохой бюджет. Вы не хотели, чтобы мы его видели. Поэтому торопились избавиться от тела. На что вы намекаете? Где у вас татуировка? Вот сукин сын. Они как тараканы. Одного прихлопнешь, появится 20. Вы вручили Аббату документы и оставили на столе скрепку, чтобы он взял ее. А потом нарушили устав, впустив скорую, чем он и воспользовался, чтобы сбежать. Сомневаюсь, что он отплатит вам тем же. Сборище сумасшедших. Теперь я понимаю, почему все члены секты позволили себя арестовать. Значит, директор тюрьмы был новым лидером секты. Он убил Тороса и напал на меня в библиотеке. Все это было частью плана. Поэтому Аббат согласился на уговор, хотел сбить нас с пути. Навел на церемонию, чтобы его правая рука воплотил план его освобождения, не вызывая подозрений. Да, но зачем Аббату нужен был уговор? Он мог провернуть это в любой день в своей камере. В камере он мог истечь кровью и умереть. Охранники не заходят туда часами. Нужно было место, где бы его вовремя обнаружили. Комната для визитов. Да, это была виртуозная игра, простая, в которой директор тюрьмы не попадал под подозрения. Не понимаю, как он убедил директора вступить в секту. Если долго смотреть в бездну, то бездна начнет смотреть в тебя. Ницше? Он провел столько времени с Аббатом, что сам превратился в него. Как сказал Аббат, это все та же шахматная партия. Меняется только цвет фигур. Но почему Аббат выбрал его новым лидером? Потому что он имел возможность помочь ему выйти из тюрьмы. И покрывать всю секту. Проклятие. Спасибо. Это не Калеострада. А тот, что сбежал из тюрьмы, считал себя его реинкарнацией? Да. Мне кажется, или они действительно похожи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok